Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий, и сегодня я вашему вниманию представляю вебказ на тему Cockpit в CentOS 7. Компания SystemAdmins.ru предлагает услуги по установке, настройке, администрированию операционных систем семейства Linux, таких как CentOS, Debian, Ubuntu и многих других, в том числе услуги по настройке файловых систем, кластеров, построению отказоустойчивых систем и серверов под определенные нужды, почтовый сервер, веб-сервер, контроллер домена, IP-телефонии и т.д. А также услуги по настройке безопасности, защите от вирусов, оптимизации производительности и многое другое для обеспечения стабильной работы ваших серверов. В сегодняшнем вебкасте мы будем работать в окружении NERV Local. Мы размещаемся на машинке KVM ADM01, с ней мы будем работать. Также в нашем окружении присутствует машинка KVM03. На ней разверто три виртуальные машины, которые нам сегодня потребуются. Итак, для начала подключимся к KVM03, для этого у нас есть Virtual Machine Manager, и запустим три необходимые нам виртуальные машины. Готово. Супер. Чуть подробнее об этих машинах. C74VM01, 02 и 03 – это три рядовые машины в заливке в режиме Infrastructure Server под управлением CETOS 7.4. Последняя на сегодняшний момент версия. Аппаратные характеристики у них у всех одинаковые, вы можете видеть их на слайде. Что мы будем делать на этих машинах? На эти машины мы сегодня будем устанавливать и использовать интерфейс Cockpit. Cockpit – это веб-интерфейс для управления и мониторинга вашего сервера. Особенность Cockpit заключается в том, что он не использует свои собственные инструменты, он работает на базе существующего функционала. То есть, если вы можете создавать пользователя, например, при помощи командочки UserAdd, то есть также у вас есть такая же возможность нащелкать это все при помощи графического интерфейса через веб-браузер в Cockpit. Но Cockpit выполнит ту же самую командочку UserAdd. При этом инструмент UserAdd для вас не заблокирован, вы можете пользоваться и тем, и другим. При этом Cockpit не требует какие-то дополнительные вещи. Например, вам не потребуется разворачивать веб-сервер Apache или какой-либо еще. Еще вам не потребуется ставить систему управления базами данных, чтобы хранить там данные. И вообще Cockpit ничего хранить не будет. Он будет поднимать данные именно в тот момент, когда вы к нему обратитесь. В этом есть положительный момент. У вас ничего в постоянном режиме не будет нагружать систему для сбора и накопления информации. Но есть и отрезательный момент. Посмотрите, что там было вчера, при помощи Cockpit вам будет крайне сложно. Вы, конечно, можете логи почитать при помощи Cockpit, но логи хранятся на системе. Он просто обратится к системе в этот момент. Но при этом данные всегда обновляются, это очень удобно. Cockpit можно расширять, можно использовать управление несколькими серверами, можно использовать единый вход через Kerberos. Ну и, наконец, Cockpit не следует путать с системами управления конфигурацией, такими как Puppet или Unsymbol. Это исключительно менеджмент и мониторинг в реальном времени. Cockpit не ставится на систему по умолчанию, будь то CentOS или RSL, за редким исключением. Например, если вы будете ставить Red Hat Virtualization Host, то у вас там сразу будет доступен интерфейс Cockpit. Вы в нем сможете увидеть довольно интересный дашборд про виртуализацию. Cockpit лежит в репозитории. Соответственно, если у вас есть доступ к репозитории, вы можете установить Human Style Cockpit. Он подняет несколько зависимостей. О них мы поговорим чуть позже. Cockpit по умолчанию сразу после установки готов к использованию. Все, что вам нужно будет сделать, это запустить сам сокет Cockpit. При этом, если вы находитесь на удаленной машине, то есть интерфейс у вас будет находиться, как у нас, на удаленной виртуальной машине, то вам необходимо будет еще добавить исключение в порт по умолчанию. Порт по умолчанию это 9090. Что ж, давайте попробуем все это проделать. Вот у нас есть наша машинка C74VM01. Она запущена. Мы к ней сейчас подключимся при помощи терминала. Установим пакет Cockpit. Он подтянет несколько зависимостей. Среди них есть, конечно, интересный для нас это Cockpit Bridge и Cockpit System. Потом мы о них поговорим. Ставим их. Отлично. Запускаем сокет Cockpit. Причем обратите внимание, что здесь помимо сокета, есть еще и сервис. Нас интересует только сокет. Настроим его автоматический запуск. И давайте добавим исключение Firewall. За сервис, как видите, отвечает SystemD внутри седьмого центра, а за Firewall – FirewallD. Соответственно, Firewall CMD. Добавим исключение в текущей конфигурации. Порт 9090, протокол TCP. Ну и для того, чтобы при перезагрузке это правило не потерялось, повторим его с ключом перманент. Супер. Теперь мы можем использовать интерфейс Cockpit. Как им пользоваться? Потому что, чтобы использовать интерфейс Cockpit, ему нужно подключиться. Понятно, что если бы это было на локальной машине, то мы на localhost или 127.001 вы могли бы подключиться сразу. Если же мы говорим про удаленную систему, то DNS имя, IP адрес, имя из файла хост, все, что хотите. Порт 9090. Он использует HTTPS и сгенерированный самозаверяющий сертификат. Соответственно, вы получите предупреждение, нужно будет добавить исключение в браузере. Интерфейс Cockpit запросит у вас логин и пароль от системы. И, соответственно, вы должны будете ввести их, так как Cockpit не использует своей какой-либо конфигурации. Поэтому логин и пароль используйте от системы. В частности, я работаю от имени пользователя root. Это, конечно, не хорошо для продакшена, но для тестовой среды и демонстрации вполне себе подойдет. Соответственно, от имени пользователя root я смогу войти внутрь системы. Вместе с пакетом Cockpit у нас установился пакет Cockpit System. И благодаря этому пакету у нас добавятся вкладки, которые мы сможем посмотреть внутри интерфейса. А именно System, Logs, Accounts, Service и Terminal. Давайте с этим познакомимся. Итак, открываем интерфейс Cockpit. Незнакомый сертификат. Добавляем исключение. И входим. Супер. Вот вкладка System. И здесь мы видим всю информацию по нашей системе. Процессор, память, диск, трафик сети. Отсюда же вы можете посмотреть, например, на его имя и при необходимости добавить приятное для вас имя хаста. Удобное. Можно посмотреть там профиль, виртуальная гостевая система. При этом можете его переключать для того, чтобы он по-другому отображался. Это на ваше усмотрение. Если мы говорим про дополнительные вещи, которые здесь присутствуют. Здесь присутствует раздел Logs. Здесь вы можете видеть все журналы. То есть это просто обращение при помощи System.ctl к журналам. Но, тем не менее, они вам доступны теперь внутри браузера. Проблем нету. А вот все подряд, если посмотреть, тут много всяких разных вещей. Например, вот у нас запуск сервиса HostName.ctl. И мы все видим о нем. Пожалуйста. Точно так же у нас есть учетные записи. Здесь вы можете создавать себе новых пользователей, если необходимо. При помощи графики теперь уже. Здесь у нас есть все службы. И если посмотреть, мы не видим здесь службу Cockpit. Потому что Cockpit это сокет, в который можно встраивать расширение. И, в частности, мы видим, что вот наш Cockpit Web Service Socket нам доступен. При этом отсюда же мы можем его при необходимости перезапустить или остановить. Пожалуйста. Или, например, отключить его автоматический запуск. Скрыть там, открыть и так далее. Все вам доступно. Ну и, наконец, терминал. Это веб-версия оболочки, в которой вы можете работать. Я очень люблю эту оболочку. Часто я ей пользуюсь в своей работе. Но есть недостаток при проведении демонстрации. У нее формат немножко неудобный. Тем не менее. Вот. Что касается еще одного момента. Как нам получить больше возможностей для Cockpit? Для этого мы можем поставить допутанные интерфейсы. Если выполнить командущку yumsearch. Cockpit. То мы найдем много всяких разных пакетов Cockpit. Это и пакеты, которые обеспечивают сам функционал. Допустим, Cockpit.vs у нас поставился. Это как раз веб-сервис, который отрисовывает интерфейс. Это и package kit для управления пакетами. И машин для управления виртуальными машинами. И кодампом может быть, и докером может быть, и много чем еще. Есть много пакетов. Можете найти их, если добавить себе репозиторию, например, от Fedora. EPL. Еще появятся пакеты. Можете, если у вас есть подписка, кстати сказать, поуправлять подпиской прямо отсюда, добавить себе подписку Red Hat и поставить интерфейс в Cockpit оттуда проблем нет. То есть так же, если вы будете ставить какой-нибудь free IPA, он вообще весь интерфейс управления IPA идет через интерфейс Cockpit IPA. Кто не в курсе, это identity policy и access, по-моему, или audit. То есть система для единого входа. Что касается же нас, важно понимать, что когда мы используем какие-то компоненты, они используют в фоне какие-то службы. Например, когда мы ставим Storage D, он использует в фоне Storage D. То есть если ваш старый диск на вашем старом компьютере Storage D не понимает, то и в интерфейсе Cockpit вы его не увидите. Вот и все. Мы поставим что-нибудь простое. Это Cockpit Network Manager. Как понимаете, он работает на базе Network Manager. Network Manager в CentOS 7 запущен по умолчанию. Соответственно, мы можем поставить пакет и увидеть сеть. Один маленький пакетик на 140 килобайт. Загружаем. Готово. И как видим, у нас здесь ничего не изменилось. У нас есть тут какая-то сеть, но не более того. Но если мы перезапустим нашу сессию, то уже встроенный в сокет Network Manager нам покажет свой интерфейс. Пожалуйста. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас добавился раздел Networking. Вот он. В нем мы видим информацию по сетевому трафику. Здесь же мы можем добавить bonding, teaming, bridging, поправлять виланами. Это на ваше усмотрение. Ну и плюс какая-то статистика. Более подробная, чем та, которая доступна нам вот здесь. Для того, чтобы мы увидели какие-то дополнительные вещи здесь, давайте сымитируем, например, нагрузку на сети. Немножко попингуем соседний хост и видим, что трафик пошел. У нас там уже 2 мегабита на отправку. Почти 6 на прием. Супер. Давайте все это остановим. Отлично. И тут же мы видим, что трафик упал. При этом, пока мы не открыли интерфейс Network Manager, он ничего не знал. Когда мы сессию закончим, соответственно, эти данные будут потеряны для нас навсегда. Тут тоже ничего хитрого нет. Вот таким вот образом происходит работа с интерфейсом Cockpit в рамках одной системы. Но в нашем-то случае систем у нас несколько, и мы бы хотели ими всеми управлять. Cockpit позволит вам сделать и это. Для того, чтобы управлять несколькими системами на основной системе, с которой вы будете выполнять это управление, необходимо поставить пакет под названием Cockpit Dashboard. Из его интерфейса вы сможете подключать вторичные системы. То есть также после установки Cockpit Dashboard у вас изменится окно входа в систему. Там появится вкладка Logon To. Можно входить через него на сторонние системы. При этом, для того, чтобы вы могли войти на вторичную систему, на ней должен стоять пакет Cockpit, той же версии, что и на вашей основной системе. Плюс Cockpit Bridge, именно его интерфейс будет использоваться для подключения к сторонней системе. Но канал Cockpit Bridge и Cockpit не открывают. Канал должен быть обеспечен при помощи SSH. А там уже по логину и паролю, либо при помощи пары ключей вы можете использовать авторизацию. Мы сейчас об этом поговорим. Если говорить про работу с интерфейсом, здесь в общем-то все мы разобрали. Давайте попробуем все это проделать. Для начала, на нашей основной системе, C74VM01, мы установим Cockpit Dashboard. Поставили. Супер. Перезапустим сессию. Чтобы у нас обновилась не только интерфейсная часть, но и обновилось окно входа, нужно перезапустить всю службу. Давайте мы это сделаем при помощи команды. Реконект. И мы видим, что у нас появилась опция входа в удаленную систему. Но нас интересует наша локальная система, поэтому... Вошли в нее. И у нас появился дашборд. Вот при помощи дашборда вы можете добавлять все серверы или редактировать существующие серверы. И здесь поставить процессор, память, дисковый, вот вывод. В общем, видите, интерфейс меняется. Раньше, например, дашборд и серверы переключались в горизонтальных вкладках. Теперь, видите, их вертикально перенесли. Это значения никого не имеет. Пожалуйста, тут ничего хитрого нет. Что касается добавления вторичных систем. Давайте попробуем себе добавить систему C74VM02. Поставим на ней пакет Cockpit. Вместе с пакетом у Cockpit он встанет Cockpit System и Cockpit Bridge. Но не встанет Cockpit Network, который есть на нашем хосте C74VM01. Окей. Cockpit Bridge стоит, Cockpit System стоит. При этом сервис сокета Cockpit не запущен. Веб-интерфейс тоже не запущен. Достаточно, что у нас есть Cockpit Bridge. И вы уже можете подключаться. Ну и, разумеется, запущен OpenSSH и мы можем на 22 порт цепляться. Сейчас добавляем C-сервер. Нас устраивает, что он будет зеленый, поэтому Add. Авторизуемся в нем. Логин. И мы получили информацию о нем. Отсюда же мы можем теперь спокойно к нему подключаться и видим его вкладки. Видите, у нас не стоит здесь Network, но, тем не менее, работать можем. При этом, обращая ваше самое пристальное внимание, Cockpit WebSeries Socket у нас отключен. То есть, подключиться на 90-90 прямо в C74-VM02 мы не можем. Но мы можем попросту, видите, вот здесь. Таким вот образом. Вот все, конечно, здорово, но возникает очень простая вещь. Если у нас систем станет больше, например, мы себе добавим еще C74-VM03. Тоже поставим на ней Cockpit. Разумеется, так же запускать его не будем. У нас есть для этого WM01, с которым мы будем ко всем подключаться. Давайте добавим его сюда. Цвет поприятнее возьмем. Хотя тоже, конечно. АТАС. Вошли. И вот у нас, пожалуйста, три системки. Давайте имитируем нагрузку между двумя из них. Пожалуйста, вот Network у нас сейчас начнет рисовывать. Две работают, а третья зеленая у нас простая. При этом вы можете подсвечивать на верхний уровень, тупо который водите мышкой. Такая вот красота. Останавливаем и, соответственно, трафик тут же падает. Все это в реальном времени. Также мы можем входить в систему. Ничего хитрого нет. Супер. Что касается негативного момента. Когда у вас систем много. Ну, здесь их три, а представьте их 103, например. В чем проблема-то? Выходим. Возвращаемся в интерфейс. И видим следующую проблему. У нас две системы нам недоступны. При попытке подключения он нам попробует. Реконект не дает. Нам нужен траблшут. То есть снова вводить логин и пароль. И понятно, что это крайне неудобно. Но. Кокпит использует существующие механизмы. И для соединения с удаленной машиной использует OpenSSH. Соответственно, можем настроить авторизацию между хостом C74VM01 и хостом VM02 при помощи ключей. И это позволит вам каждый раз логин и пароль не вводить. Как мы это сделаем? Выйдем здесь из системы. Вернемся на хост C74VM01. Сгенерируем пару ключей. Открытые и закрытые. Для авторизации. Я буду использовать ключи по умолчанию. Это RSA. SSH.KGEN. Без пасфразы. Но понятно, что для производственного окружения пасфразу используйте. Сделал ключ. Он у нас лежит вот здесь. IDRSA. IDRSA. И скопируем его на C74VM02. Проверим, что мы можем туда войти. Что хост нам известен. Отлично. Можем. Возвращаемся. Теперь делаем копию. Ушел ключ. Повторяем команду SSH C74VM02. И видим, авторизуемся по ключу. Супер. Снова входим в интерфейс кокпит на машине C74VM01. И обращая внимание, хост ВМ02 уже зацепился. Мы сразу в него провалились. И на джабарде мы сразу видим, что с ним все ок. Супер. Сделаем то же самое для хоста ВМ03. Теперь, когда у нас уже ключ сгенерирован, все, что нам нужно, это проверить, что мы можем связаться с хостом ВМ03. Мы на него ранее не входили, поэтому добавляем его в список известных хостов. Выходим. И скопируем на него ключ. Так. Case you want to edit. Пробуем войти. Вошли по ключу. Как видим, здесь у нас авторизит кейс. Там у нас открытый ключ от хоста. Соответственно, вход у нас есть. И при попытке вернуться в интерфейс кокпит, он у нас автоматически будет авторизовываться сразу на всех трех системах. Таким вот образом. Но не забывайте, что это SSH-сессия. Соответственно, между этими системами она прямо сейчас существует. Для того, чтобы вытягивать информацию из этих систем. И от пользы, от которого мы авторизуемся ключом, мы, соответственно, и находимся в системе. Вот такая вот вещь. Если какой-то из хостов вам более не нужен, включаем режим редактирования. Любые, кроме вашего основного, можем убрать. Если что-то захотели поменять, всегда можем поменять, включая картинки. Вот таким вот образом. Что ж, давайте подводить итоги. Мы посмотрели, что из себя представляет интерфейс кокпит. Это довольно легковесный интерфейс для мониторинга и управления. Интерфейс расширяемый. В интерфейс можем входить, можем подключать к нему вторичные системы, подключаться между ними. При этом на вторичных системах находится кокпит, но он не запущен даже. А если его запущить, откроить порты, на каждой из них можно будет входить и работать на каждом из них. Такая вот довольно важная вещь. Это не первый вебкаст по CentOS. Были и другие. Вы можете найти их у меня на сайте. В разделах основы администрирования, системная администрирования, сетевой администрирования. Если вы не знаете ничего про установку пакетов, которые мы здесь выполняли, ее команда UMSech, очень подробная группа вебкастов из 7 штук. У меня находится в разделе системная администрирования на сайте. Вот таким вот образом. Ну, точно так же вы можете найти и много других интересных материалов у меня на сайте, не только по CentOS. Что ж, на этом вебкаст подошел к концу. Все, что мы хотели посмотреть, посмотрели. Если у вас появились вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.ru. Ну и все мои материалы собраны у меня на сайте. Заходите, смотрите. Ну, а если вас заинтересовало комплексное, авторское или даже авторизованное обучение по персональной системе Linux, то приходите в наш учебный центр Softline Education. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!